Четвертый десяток Еще идет только асфальтирование, потом устройство дорожек в плитке, отмостки заасфальтированы уже, будут детские площадки с малыми архитектурными формами, качельки, карусельки. Одна спортивная площадка с тренажерами спортивными, они делаются в резиновом покрытии. Беседки для отдыха жителей, лавочки возле подъезда, урны. Как для людей все. Во дворе также появятся клумбы. На места, выделенные для них, завезут землю, позже засеют газонной травой. А еще будет большая парковка. Подрядчик говорит, мест для автомобилей должно хватить всем жильцам дома. До этого они стояли, где попало. Жителям будет комфортно, потому что возле подъезда уже они стоять не смогут, потому что мы для жителей дали проход, дорожки позняли так, чтобы машины не остановились и не загоражили проезд при необходимости и скорой помощи, и пожарной, и милиции. Уже давно пора двор было обновить и сделать хорошее, новое что-то. Здесь сделали, видите, как хорошо в этом дворе. Но это отдельный двор, а наш двор отдельный от того двора. Поэтому и у нас тоже делают стоянку. Мы очень благодарны за такой подарок. Будет автофарковка, у нас будут спортивные для детей всякие конструкции, которые мы добивались, просили и пошли нам на уступки. Я их буду ставить, мы уже видели в проекте это все. Будут тротуарчики стоять с цветной плиточки. Очень будет красиво. Мы очень довольны. Все это стало возможным благодаря участию жильцов в федеральной программе формирования комфортной городской среды. На благоустройство только этой дворовой территории будет затрачено почти 6,5 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Напомним, наш город принимает участие в программе уже второй год. И жители дома, узнав о такой возможности привести свой двор в порядок, просто не могли от нее отказаться. Информацию мы получили от нашей квартальной подкозненной Галины Федоровны. Она нам ввела в курс дела, что нужно посетить администрацию, написать заявление, провести собрание, ну все эти процедуры пройти. Ну что мы и сделали. Мы так рады вообще. Вообще и работники, и подрядчики хорошо работают, быстро идут на уступки, все наши пожелания как бы выполняют. Все работы подрядчик планирует завершить не позднее 15 ноября. Это значит, что совсем скоро здесь состоится праздник двора. Марина Бартинева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Я вожатый. Конкурс вожатского мастерства под таким названием состоялся в Армавирском государственном педагогическом университете в среду 17 октября. В этом году его участниками стали порядка 400 студентов, прошедших практику в детских лагерях, на летних площадках. Все они бойцы отряда «Волна». В этот день им нужно было показать все то, чему они научились за трудовое лето. Конкурс проходил в три этапа, первые визитки. В ходе него ребята презентовали свою команду. Всем, всем! Добрый день! Так, ребята, ну что-то слабовато. Мы все-таки не сигнали. Давайте попробуем то, что работает всегда. А давайте попробуем то, что работает всегда. И что же? Скажем название и девиз нашего отряда. А давайте. Наш отряд. Преданный сигналу. Наш девиз. Кем бы в жизни ты ни стал, всегда помни про сигнал. Второй этап конкурс командиров. Задача третьего – зажечь зал всех присутствующих, в числе которых коллеги, вожатые и те, кто только готовится к работе с детьми. Это мероприятие итоговое. Это подведение итогов целины летней. Здесь все факультеты представляют свои команды, которые будут рассказывать о том, как они работали этим летом, обязанности вожатого, трудности, с которыми вожатые сталкивались. Ребята будут показывать как свой творческий потенциал, так и, скажем, какие-то методики, которые они освоили, свои знания по данному предмету. Главная цель этого мероприятия – чтобы уже опытные вожатые донесли свой опыт, свой драйв определенный от вот этой профессии новичкам, тем студентам, которые соберутся в лагерь этим летом. Строгая и компетентная жюри внимательно следила за ходом состязаний и вынесла свой вердикт. Первое место занял Институт прикладной информатики, математики и физики, второй – исторический факультет и третий – почетная факультета технологии, экономики и дизайна. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира.